Я заезжал в этот лагерь, там было две-триста человек. Этот главный петушмен, короче, гадит их всех, чтобы все были равны. Туда говорит, так наоборот, класс, пошли быстрее. Дергнуть судьбу за одно место замполит. И начал к нему захаживать. Это история, короче, из Житомира. Это я первый раз, когда сидел, первый мой срок. Ну, как говорится, все это было давно, неправда. Но, тем не менее, с далекого прошлого. Я был, честно говоря, в шоке от этого всего. Но, как бы там оно ни было, расскажу вам. Я заехал на третий барак, это была, ну, третья локалка. И там эти петушмены жили, ну, обиженные там, или как там, как назвать, чтобы там не обидеть, не затронуть. Но есть такая каста, короче, как обиженные, масть, да, будем даже говорить, не каста, а масть. В местах лишения свободы. Ну, и там такой один, их-то много было. А в то время было такое тяжелое, многие ломились туда из-за того, чтобы там не ходить на работу. Ну, они так думали, но на самом деле сталкивались с самой грязной работой, самой сложной. Ну, это с этапа вкидывали, там, слабохарактерным, слабым людям на передок или на задок, короче. И они лукались из нормального человека, образно говоря. Выходил уже поломанный по жизни, лагерной, по тюремной жизни человек. Ну, и вот многие туда полукались, а там есть такая тема, что ты заезжаешь туда, а там же у них, короче, типа есть старший гребень. Ну, есть такое, я не знаю, как, где, как оно было, но я знаю случаи такие, что если самый главный обиженный пивень отгаченный, то такие, если заезжают, ну, хотят пропетлять спонтом, знаешь, он там не драндулеченный такой чисто, залетный, там, они же все привыкли говорить, меня там по беспределу, или еще что-то, мусора загнали в хату, закинули, я не виноватая я. Ну, короче, этот главный петушмен, короче, гатит их всех, чтобы все были равны. Ну, и вот, короче, один такой молодой чемодан там был, я выхожу как-то с локалки, наблюдаю картину. Подход, а все ж, ну, получается, первоходы, ну, первоходы как, это усиленный режим был, там все в основном с тяжкими статьями были. И как раз я заезжал в то время, как раз принимали с небольшими сроками в зону, до этого сидели там минимум семерка, и то там семь-десять лет, если заезжал человек, приходили на него, смотрели на этап. Ну, люди туда, если заезжали, они там уже жили, работали, жили, короче, там большая промзона, заезжает паровоз, ну, дело не в этом, я за другое хочу рассказать, то, что вам интересно, грязюка. Ну, наблюдаю картину, стоит штемп под локалкой, а петушмены эти, они, когда, ну, идет порядочный лют, они прижимаются к стенке и стоят, типа, ну, дают дорогу пройти. И наблюдаю картину, аж усиленный режим, молодежь, у всех шишки дымят, знаешь, всем охота поковыряться в грязюке, ну, за всех не говорю, ну, короче, большая часть прикупуренных, шумоголовых, у меня такой тяги не было, это точно, потому, что даже в то время можно было настроить, наладить, к тебе на свиданку могли привезти, или могла прийти какая-то дамочка скоростышева, или там, житомира, ну, такое. И стоит этот петушок под локалкой, подходит к нему штемп, ну, такой смотрит, чтобы же никто не спалил. Ну, я слышу такое, он говорит, ну, шо, идем, у меня есть там сигареты, сейчас дам тебе на каркалыгу. Туда говорит, не-не-не, я, говорит, не могу. Говорит, тут шо такое, как это не можешь? Мне сказали, шо все чики-дрики, можно тебе засадить по помидорам. Туда говорит, не, у меня, говорит, на жопе, на анальном отверстии выросла вот такая бородавка. Тот такой, да ты шо? Туда говорит, да. Ну, он рассчитывал на то, что тут где-то брызганет, знаете, там, ну, скажет, да ну, все, там. Туда говорит, так наоборот, класс, пошли, быстрее. Тот не знает, как спрыгнуть. Ну, и, короче, идут они. А твой, он уже по дороге идет, держится жопу, говорит, он у меня болит. Говорит, может, не надо. Ну, короче, подпрыгивает второй петушок с его масти. И это самое, и начинает, типа, за него вступаться. Говорит, не трое, он больной, там, он был на санчасти. У него там действительно вот такое бородавище. Короче, отстреливает его, чтоб тот его не пошорхал. Ну, а оказывается, какой был в этом смысл. Этот старый глинадер, гребень, этого приболтал молоденького. И у них уже там личная любовь. Короче, чтобы вы, думаю, себе подумали так на секундочку, что там происходит, знаете, завуалированная жизнь. У них и ревности есть, и все остальное. И они это самое, доминируют. Ну, короче, этому разорвали бородавку под конец срока. Такую, что у него не получилось ни где больше пропетлять. Ему аннулировали эту бородавку. И стал он рабочим, рабочей этой маринкой. Так что вот так вот, друзья. В местах лишения свободы много происходит. И извращения, и всякого такого. Особенно у обиженных, из которых нету спроса. Они где-то могут утаиться, затаиться. Как правило, в зонах выполняется грязная работа. Ими это туалеты. Те, что они рассчитывали на легкую работу, они потом драяли туалеты и плакали. А чтобы вы понимали, на таких больших лагерях я заезжал в этот лагерь, там было две-триста человек. По зиме ты заходишь в туалет, там такие терриконы, что полустоя приходится в туалет ходить. И такие пацюки гоняют, крысики. Еще надо смотреть, оборачиваться, чтобы тебя за помидоры не укусила никакая крыса. Так что вот вам вот так вот. Бородавочник. Гребень бородавочник. Хотел спрыгнуть, что у нее на сраке бородавка. А тут ему говорят, Так нормально, это же вообще центряк. А те еще начали себе придумывать разные фокусы, там шпалы вставлять, шары разные, короче, кукурузы себе намастырили и проводили над ним эксперименты. Ну, короче, Маринка, сдуревшая, перекрылась на санчасти и кричала Help! Помогите! Вот так вот бывает, кто стремится к легкой жизни и любит сало и сигаретки дармовые. Да, еще забыл сказать, короче, на санчасти, пока весь этот гребешок лежал, Маринка, решил дергнуть судьбу за одно место замполит. И начал к нему захаживать, короче, оказался тоже любитель бородавочек. И поплатился своей должностью. Короче, выгнали его со стыдом и позором с работы. Вот что заманила бородавка Маринкина. Ох и замполит, ох и мымра! Захотелось ему всяких фокусов попробовать. Ох и андатра! Ты шо? Это ж ты шо? Там отбоя не было. Это он был вообще, Маринка была самая пользуемая спросом пришмандовка лагерная. Ну и замполит тоже хотел макла туда вмочить. Ну, короче, со стыдом и позором он оттуда ушел. В оконцовке от этой Маринки подхватило очень много человек, поуезжало в лазарет с трипером, с сифилисом и куча разными букетами заболеваний. Так что вот так вот закончилась эта веселая и печальная в то же время история с любителями бородавочников.